Если вот так вот посмотреть, я как ёжик в тумане, а если развернуться на 180 градусов, а я математикой понимаю, насколько это, то вроде бы меня видно. Всем привет, меня зовут Ярослав Гула, и это программа «Украина без денег». Сегодня я приехал в Канев, в Чаркасскую область. Меня звало, приглашало, приедь, посмотри. Ну вот, собственно говоря, сегодня, наконец-то, дата съёмки 13 февраля. Это очень хорошее, холодное 13 февраля. Я на месте, пойдёмте. Сейчас многие любители, любители Укрзалезницы расстроятся, потому что в Каневе нет железных дорог. Поэтому добраться в этот населённый пункт можно только на автобусе, что, собственно говоря, туристы и делают. Но я таки студент, смог сэкономить, а как именно, расскажу в критерии транспорт. Мне иногда говорят, что я очень продуманный человек. Ну смотрите, для начала вы можете потратить 2,5 часа времени, чтобы доехать на электричке до Мироновки. При этом вы заплатите только 14 гривен без скидки для студента. Это самый дешёвый, но и самый неудобный момент. Блогер-лимитчик пожаловал в Мироновку с утра пораньше и ищет автовокзал, чтобы уехать на Канев. Как только пройдёте рынок, вы попадёте на автостанцию. Оттуда каждый час отправляются маршрутки на Канев. Цена билета 27 гривен. То есть в сумме 41 гривна. А если на прямом автобусе Киев-Канев, то от 75. Учитесь экономить. Кстати, в Каневе очень удобный и современный автовокзал. Там можно взять на прокат велосипед. Но если вам скучно, одиноко, у вас есть лишние киограммы, то покрутите тренажёр, пока автобус прогревается. Канев это городок маленький. Тут проживает чуть больше, чем 25 тысяч человек. Это всё очень прекрасно, замечательно. Я отправляюсь в рейд по достопримечательностям, но тут нет мусора. Понимаете, я вот ступаю на эту землю, а никакая бумажка, никакой фантик не лежит. Большой плюс. Ресторанов, гостиниц, всяких куч. Но чисто, но чисто, ребята. Ну нет мусора, ну что показывать. Землю пустую. Я могу показать землю, пожалуйста. Смотрите, очень чисто, чисто, да-да. ПОДПИШИСЬ! 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 Я почему-то привык считать, что каждый человек, который приходит в этот мир, у него есть определенная миссия. Кто-то умеет одно дело делать хорошо, кто-то умеет другое. В целом вот так вот, наверное, наш мир и строится. Но вот эта вот церковь, в которой я вот недавно побывал, она видала многое, начиная с 12 века и до сегодня. То есть практически охватывает всю историю Канева. Если вы не знаете, этот город находится на берегу речки Днепр. И когда-то тут проходил путь из варяг в греки, это раз. К тому же князьям было удобно с половцами переговаривать в Каневе, и они тут иногда даже дрались. Всем известно, что Днепр был ключевым объектом на пути торговцев, которые следовали из Скандинавии в Константинополь. И при этом Канев иногда являлся перевалочным пунктом. В 14 веке эти земли попали под влияние Великого княжества Литовского. Только вот местный люд не всегда был доволен новыми порядками и устоями. Через 200 лет в Каневе вспыхнут первые казацкие восстания. Эпоха освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого приведет к тому, что Канев опять окажется в приграничной зоне. Но время даст о себе знать. Не, ок. История-то, конечно, хорошо, ясно, понятно, по полкам все рассказал, как всегда. Но дело в том, что я недавно получил статистику относительно проекта «Украина без денег». Средний возраст зрителя 22 года. Это не то, чтобы хорошо, это плохо. На самом деле я делаю молодежную программу для своих ровесников, а смотрят ее люди разноплановые, как там в России, в Беларуси, в Казахстане, в Нигерии люди смотрят, в Австралии смотрят. Тут тоже был в шоке. Но дело не в этом. Я все-таки ориентируюсь на тех людей, вот таких одногодок моих, там, ну, может, максимум 30 лет. И в таком стиле я расскажу концовочку историю. Простите, простите, кто-то постарше, может быть, не поймут. В конце 18 века Екатерина II, российская императрица, и Мария Тереза, короче, все там вместе, австрийская, мутили, 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 понятовского обдурили, взяли потом чик-чик-чик, поделили Польшу. В 93-м году Канев перешел к Российской империи. Ну, а теперь наступило время, когда я должен посетить могилу Тараса Шевченко. Она находится в пяти километрах от центра города, поэтому мне бы не мешало поторопиться. Нам направо. Заглядываюсь по сторонам, вот там вот на заднем плане столько девятиэтажек, инфраструктура развита очень, всякий шиномонтаж, посудомоечные там заправки вообще, как в большом-большом городе. Я, конечно, такого не ожидал, я думал, что Канево это такое село-село, поэтому это хорошо. Вот и жить в таком городе, но он затишный, удобный, спокойный, это просто мечта. А вы знаете, сколько в Каневе населения сейчас? Не, я не знаю. А когда-то было, может, знаете? Я не знаю, я сама не Каневчанка, так что вы местный. 25 тысяч. Ну, будете знать на всякий случай. Спасибо вам большое, до свидания. А вы знаете население Канево, которое сейчас? Уже меньше 25 тысяч. Да? Уже все. Из-могили домовина на світ поднялась, через Москву, через Київ, всюди, де населася, стоїте в Каневе, в Соборі, вся квітами вита, по-козацки червоною китайкою вкрита. Максим Олыч, 81-й год. Знакомый человек в библиотеке возле Канев-Шутченко. Мне иногда кажется, что я полный идиот, потому что вот этот проект, он меня убивает. Иду вот это вот, я не знаю, сколько тут идти надо, я думаю, господи, где это уже Тарасова гора? Четыре или пять километров, какое тут расстояние? Ну а если вы помните, то тратить деньги мне нельзя. Прямая дорога меня вывела, ну я бы сказал, на аллею необычных памятников. А вот мое личное мнение, ну если ты не знаешь местности, то ночью можно получить хороший испуг. Бурочки, тут осталось совсем чуть-чуть пройти, тут хоть уже не так дует. Мне кажется, что вот я сейчас немного дрожу, но лет через десять я буду смотреть это видео и просто заливаться от смеха и понимать, насколько я был счастлив вот сейчас, на данный момент. Потому что я как студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, как простой украинец даже, я обязан был приехать сюда, на Тарасову гору, и увидеть это все своими глазами, а не на картинке. Для меня это настолько важно, что, понимаете, ребят, я осознаю то, что все, что я делаю, все мои старания, все эти путешествия, все эти монтажи, съемки, озвучки и так дальше, всякое вот это вот, я понимаю, что это когда-то принесет свои плоды, свой результат. И так же, как Тараса Шевченко, он не знал, что его жизнь, что его творения когда-то будут кем-то оценены, но вот слава Богу, что мы современники это понимаем. Тарас Григорьевич Шевченко – это великий украинский писатель, человек. Возле могилы Тараса Шевченко громко говорить запрещается, даже чисто по-человечески нужно соблюдать тишину. Ну а я, наконец-то, отправляюсь в музей Тараса Шевченко. Правда, вот... Сейчас на часах 4.02. Я вот тут крутился, записывал подводку про Тараса Шевченко. Блин, я чуть-чуть не успел. Потому что музей работает до четырех. Я бы даже, я не знаю, я бы уговорил бы что-то... А, уже все равно. Я расстроился и... Но не тут-то было. Я случайно заметил, как работницы музея кормят котика. И во всяком случае, эти девушки могут каждый день любоваться творениями Тараса Шевченко. В музее собраны самые уникальные вещи, которые можно увидеть только в Каневе. Также туристам предлагают посетить знаменитую Тарасову Светлицу. Не, ну цены-то адекватные, так по-божески все. Музей в ход 10, взрослым студентам 5 раз высветлиться 2, там фото 10, видеосъемка 30. Не как в Коломы, чтобы посмотреть на те несчастные яйца 500 надо отдавать, вообще оборзели. Ну я думаю, что вот он тот момент, когда я должен оценить Канев. Поехали. И первый транспорт. В этот город можно добраться только на автобусе или круизом по Днепру из Киева. Железных дорог тут просто нет, а ближайшая станция Мироновка находится в часе езды. Ставим четверку. Дальше достопримечательности. 45 городов я посетил, 45 раз сравнивал культурное наследие. В Каневе туристу понравится, только приезжайте сюда не в феврале, а летом. Успенский собор, гора Тараса Шевченко, много музеев. Все это прекрасный повод для оценки отлично. Третья чистота. Я удивлен тому, насколько город ухожен. Да еще и зимой. Берите Канев за образец. Я не нашел мусора, вообще не нашел. Я люблю вот так вот пальчиком, но-но-но, чтобы ругать города за грязь. Но сегодня день особенный, потому что в Каневе чисто твердая пятерка. Приветливость. Если бы люди понимали, что на полноценную съемку программы нужно как минимум 10 часов, а не как сегодня 6 и в 5 вечера уже было темно, то они бы не писали глупых комментариев о том, что я, да еще и не все показал. Но мне как блогеру, который впервые приехал в Канев, увиденного достаточно. Я задавал Каневчанам вопросы, а они мне улыбались и отвечали. Все-таки 5. Пятый кит – это сфера услуг. Тут заботиться о туристах – это сразу видно. Указателей много – берите пример. Ресторанов, гостиниц много – тоже берите пример. Разбитые дороги – а вот тут пример брать не надо. В центре города асфальт в ямках, что и с минусом, поэтому 4. Бонусы начисляются только за то, что я смог лично увидеть. Сегодня накопилось только 75%, но этого недостаточно. И таким образом средний балл для Канева – 4,6. Ну что, дорогие жители Канева, вы довольны своим… Так, это необсуждаемый вопрос, это уже факт. Оценки, которые я выставил, на данный момент как-то изменить нельзя. Но, дорогой музей Тараса Шевченко – I'll be back – это намек. Я хочу увидеть то, что я упустил на данный момент. Я вас всех очень-очень люблю. Вот если бы сейчас ты мне перебежала дорогу… Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Субтитры создавал DimaTorzok